Гром Главной роли Терри Халк Хоган Гром в раю В фильме также снимались Крис Лемон Кэрол Альф Эшли Горол Патрик Макни Режиссеры Майкл Берг и Дуглас Шварц Геттесберг меняет место Режиссеры Макни Режиссеры Макни Ты знаешь, Брю, в один прекрасный день я почувствую себя таким дряхлом, что не смогу добраться до дома Эй, Брю, что это такое? Это одна из моих последних игрушек Робот по проведению наземной атаки Вот что я тебе скажу Если бы у нас была такая штука в Гаяне То было бы совсем другое дело Если бы я не отравился в Гаяне Я бы сейчас был в порядке Ты тоже следи, чтобы я не ел местную пищу Спенс, это случайно Не стоит беспокоиться Ты хочешь, чтобы аппаратура вышла из строя? Я хочу выступить в этой военной игре против Фитча Он что-то задумал Кто, Фитч? Ему надо думать о том, как выбраться из бара Он очень хитер Он хочет рассчитаться с нами с того времени, как к нему прислали новичков Спенс, не думай об этом Это же игра в войну Игра Не стоит это принимать так близко к сердцу Мы попробуем Если я выведу из строя некоторую злу, извини Извини Пятая ежегодная морская гонка Повыше Еще немного Нет, нет, ниже Еще чуть-чуть Теперь выше Правый край пониже Вот так хорошо Нет, нет, правый край сильно опущен Брутос, все на своем месте Спускайся, Элисон У вас тоже есть плакаты Идите к себе Уходите отсюда Представление окончено У генерала Хафдэйма есть данные, что вы, ребята, собираетесь выступить против моей 53-й десантной Давай говорить в открытую фич Ты хочешь нас нанять, чтобы мы воевали на твоей стороне в этой военной игре? Велители в Гондурасе активизировались повстанцы Нам требуется укрепить наши силы на случай непредвиденных обстоятельств Значит, надо провести учения в войсках Правильно, дорогая? Правильно К сожалению, из опытных остались только вы двое Очень остроумный фич Особенно если учесть, что это говорит неудачник, который уволен из рядов военно-морского флора Это за бездарное командование К счастью, требования на суше ниже, чем на флоте Ты ничего не хочешь мне сказать? Стукни его, он плохой, дядя Золотко, твой папа шутит Он настоящий шут, как и Брубейкер Им бы в Голливуд Ты втянуй меня еще в одно темное дело Келли Разве я не предупреждала тебя о коварстве мужчин? Тулони, ты меня об этом предупреждала Отлично И если твоя бывшая любовь участвует в морском марафоне, это не значит, что ты не имеешь права на это Ты не будешь выступать? Келли, ты так долго тренировалась? Вы не понимаете Я хочу запомнить с Рею как возлюбленная, а не как соперница Ты считаешь, что соревнование может этому помешать? Именно поэтому мы и расстались Теперь ты хочешь склеить то, что разбилось? Мы расстались с Реем, не дав развиться нашим взаимоотношениям И теперь я хочу начать все сначала Оживить наши чувства Болезненные воспоминания Болезненные воспоминания лучше забыть Это из одного фильма Бери пример с Барбарой Стрейзен И оставь эту историю в прошлом Келли Ты хорошо выглядишь Я рада тебя видеть Я тоже А он симпатичный Келли в опасности Это Келли Дровая отмель Где 15 февраля 1865 года Объединенная армия разбила малочисленную армию бравых конфедератов Мы как раз проходим гражданскую войну по истории И где завтра небольшая группа отважных военно-морских десантников Одержат победу над игрушечными военными Это тоже история Мы будем пользоваться лазером и зелеными патронами А что это? Зеленый это значит холостой патрон У нас свое оружие Да, кроме вашего грома Это будет наземная война Гром может ходить и по земле Ты такой легковерный? Он поверил А что если установить флаг на Кедровый отмели и защищать его? Приноси свой флаг, Фитч Мы его укрепим под своим Мы сожжем ваш флаг Наши солдаты разбиты на пятерки Пошли бы и нашли себе еще троих шутов И повеселили нас А где взять троих шутов? Это было бы интересно Пойдем, манная каша, вперед Куда? На Кедровый отмель Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это прибор для определения местонахождения Он покажет, где мы находимся в любой точке планеты И где же ты? Здесь Отлично Этот лес мало изменился со времен гражданской войны Можно легко представить себе это утро перед сражением Конфедераты в засаде Солдаты объединенных сил охотятся за ними Затем неожиданно раздаются голоса повстанцев Брю, это не я, честное слово? Заряжай! Затем неожиданно раздаются голоса повстанцев Что происходит? События разворачиваются К счастью для нас А вы знали, что так должно случиться? Нет Бьюсь об заклад Питч знал Это и обидно Ну что, брат? Похоже, мы не туда попали Извините Извините, извините, пожалуйста Извините Простите, простите Посмотрите на этот мушкет Вы так грозно выглядите, ребята Давайте договоримся встретиться на этом месте через годик Они на это не пойдут Да, ты прав Нет, Джордж, не сейчас Кто вы? Она красная шапочка Он охотник А я большой серый волк А на кого я похож? Ну, сэр На его дедушку Генерала Джорджа Лэнгсфорда Сиблея Я читала о нем Посреди сражения Он хотел спрятаться в туннеле А его убили Не верю учебникам, дорогая Они все врут Янке закололи его мечом Когда он хотел прорваться в тыл к противнику Не совсем так, Джордж Тело генерала так и не нашли И этого туннеля тоже никто не обнаружил Берите, что вы натворили Вы нас рассекретили Остановитесь Лейтон Скажи своим ребятам, чтобы они остановились Иначе мы расстреляем пленных Всем остановиться Они не твои пленные Откуда ты их взял? Вот они Я и мои солдаты считают их нашими пленными Если ты сейчас же не остановишься, Клейтон Эти люди могут сильно пострадать Сиблей Ты не можешь брать в плен гражданских Почему нет? Потому что это не по правилам Глупые правила Каждый год мы приходим на это место И все повторяется снова В меня стреляют Я умираю А я хочу хоть раз выиграть Но Джордж, Юг же проиграл Я имею в виду не всю войну А лишь это сражение Я хочу победить там, где мой пра-пра-пра-прадед проиграл Почему нет? Действительно, почему? Да, это сладкое слово победа Точно Ты позор для армии Ты не достоин носить эту форму Ну хорошо Тогда возьмите и убейте меня Я так хорош в роли покойника Я так хорош в роли Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Старый кабачок, маленький коричневый кувшин. Я скучала по тебе. А ты по-прежнему занимаешься живописью? Скульптурой. Да, она мне очень нравится. Она помогает мне понять то, чего я никогда не смогла бы... Келли, здесь проходит несколько течений, не так ли? Что? Я говорю, хотелось бы услышать совет специалиста, который хорошо знает все подводные течения. Если ты пойдешь против северо-западного течения... Нет, Келли, я не это хочу услышать от специалиста. Но я специалист. Если ты хочешь выиграть гонку, ты должен... Келли, ты не будешь советовать мне, как вести гонку, а я не буду учить тебя рисовать. Лепить. Как угодно. Так поступают проигравшие. Я проигравший. Всегда был им и всегда им буду. А что, если для разнообразия разок выиграть? Хорошо бы, но историю не изменить. Ты прав, брат, но ты можешь делать историю. Здесь же. Завтра. О чем ты говоришь? Я хотел о том же спросить. Нам нужно еще три солдата для группы обороны. Группа обороны. Что оборонять-то? Видишь ли, Спенс, когда Фитч говорил о трех шутах, он говорил образно. Фитч хотел чего-то необычного, представляя его выражение, когда он выступит против солдат гражданской войны. Он подумает, что Гром создал машину времени. Но серьезно, что вы собираетесь защищать? Военно-морской флаг. Это же военная игра. С удовольствием посмотрю на выражение лица Фитчи, когда выиграем мы. Никто так не хочет выиграть, как Джордж и его команда. Правильно? Да, черт побери. Извини. Нечего. Спенс, это же переодетые статисты. Они понятия не имеют о настоящих боевых действиях. Вы меня обижаете, я военный историк. Позвольте вам напомнить, что именно солдаты гражданской войны впервые изобрели наземные мины, трубки для плавания под водой, растворимый кофе. Безик заклад, вы не знали этого. Кто вы такой? Я Джордж Сиблий шестой. А это мои друзья Дэрил Уайлдс и Лэри Уолман. Мы работаем в Атланте. Бухгалтерская фирма. Так ты хочешь пополнить нашу команду бухгалтерами? Они будут вести подсчет войскам. Вот повеселимся. Знаешь что, нужно все это заснять. Мне будут нужны доказательства. Без них нам никто не поверит. Поверят. Я правильно завязал? Правильно. Я чувствую себя полным болваном в этой форме. Что это? Не годится. Она сломана. Нет, просто ты мертв. Это значит, что ты не можешь стрелять в ответ. Это лазерное устройство. Оно все контролирует. Если тебя застрелили, ты можешь только один раз ожить. А потом оставайся мертвым. Понятно? Я готов, господа. У меня парик. Я одет. И со мной имбирное пиво. С тобой парик, и ты одет, но ты не совсем готов. Спенс, мы приобрели интересный экземпляр. Стоп, стоп. Вы когда-нибудь слышали о созидательной военной стратегии? Слышал ли я что-нибудь о созидательной военной стратегии? О военной стратегии я знаю больше, чем ты сможешь узнать за всю твою жизнь. Я говорю о творческой военной стратегии. Ты знаешь, Марсель Кларк вышел на поле сражения переодетым в женское платье. И пока голубые мундиры заигрывали с ним, люди окопались в засаде. Мне нравится эта мысль. Фитч будет не только побежден, но и унижен. Это не серьезно. Ну почему? Давайте покажем ему, ребята, как кричат повстанцы. Он прав, с этого начинает. Он не ориентирован. Давай, Брю. Попробуй сам. О, черт возьми. Что это? Птицы. Лорел и Харди уже сдали свою позицию. Ладно, ребята, давайте вперед. Это несправедливо. Я должен быть переодет женщиной. Я знаю, но у него такие красивые ноги. Будь более сексуальным. Сексуальным. Ты хочешь, чтобы я выглядел сексуальным? Да, я хочу победить, и они тоже. Не волнуйтесь, когда придет время, я буду выглядеть так сексуально, что Фитч сойдет с ума. Джордж, помоги мне. Помоги себе сам. Соревнования начнутся через три часа. Почему ты грустишь? Военная игра начнется с минуты на минуту. Мне нужно быть там. Я могу быть военным корреспондентом. А я должна была участвовать в соревнованиях. Да, но ты сама так решила. А у меня выбора не было. Ты права. Я сейчас вернусь. Улыбнись. Соревнования через три часа. Брутос, не забудь о гонках. Келли. Красивые серьги. Ты их делала специально для меня, да? Дюжины. Келли, ты не поняла. Наоборот. Я поняла. Сулло не права. Эта история должна остаться в прошлом. Ты всегда не любила проигрывать. Сулло не права. КОНЕЦ Привет, ребята! Нельзя недооценивать силу женского обаяния. Что происходит, черт возьми? Тебя соблазнил мужчина. Кэрол, у тебя здесь мушкет или что? Ты мне таким нравишься. Я сделаю все для мужчины в форме. Ты убит. И не можешь ничего ни сделать, ни сказать. С этим закончено. О, Кэрол, обещаю, что не расскажу об этом твоей жене. О, черт. Должен признаться, это было весело. Весело? Это было восхитительно. Я же вам говорил, что это сработает. И сработало. Вы с ребятами проделали большую работу. Примите поздравления. Но помните, что война еще не окончена. Они наступают. Это настоящий обстрел. Ответный огонь. АПЛОДИСМЕНТЫ Девушки отдыхают Девушки отдыхают Эй, парни, вы же не Янки А где генерал Грант? Я требую встречи с генералом Грантом Проведите меня к генералу Гранту Прекрати стрелять У тебя боевые патроны Ты что, убить нас хочешь? Ты совсем с ума сошел? Я не знал Я не знал, что это боевые патроны Кто-то наверняка подложил мне эти пули Где твое подразделение? Оно атакует ваш лагерь Пойдем, Джордж Что ты делаешь? О, боже мой Это тоннель Это тоннель Как ты его нашел? Я должен был его найти Тебя нужно было привлечь к сражению При Ченселлурвиле Да Что это? Займем позиции, как договорились Лэри Туда Что ты здесь делаешь? После того, что они со мной сделали Я хочу их прикончить Правильно Мы не можем позволить, чтобы хороший воин погиб Спасибо, сэр Ты командой А я вернусь в канонерскую лодку Да, сэр Идем Идем Это генерал Джордж Сиблей Раз клинок в спине Значит, он был трусом Нет, посмотри на его позу Он шел в лагерь Он атаковал, а не убегал Он не был трусом Он не был трусом Нет, не был Пошли отсюда Пойдем Как же их много Успокойся Просто наблюдай Где Джордж? И Спенс Смотри вперед Лагерь должен быть в той стороне Извините, ребята Но я буду защищать свой флаг Хорошо, что в этот раз Они стреляют не боевыми патронами Субтитры делал Dima Хорошо, хорошо, ребята Довольно, довольно Где твой напарник? Я уничтожу вас обоих Кэрол, посмотри на себя Ты такой серьезный Расслабься Это всего лишь игра Тебе будет лучше от того, что ты убьешь меня Я у тебя в руках Ты доволен, не так ли? Нет Ты делаешь ошибку Ты делаешь ошибку? Спенс Спенс Боевый патрон Его мне дал Фитч Где он? По дороге к канонерской лодке Отправь его в госпиталь Ты спас мне жизнь Твой прапрапрадед может гордиться тобой Вам еще предстоит драка Время запускать робота По проведению наземной атаки Хорошо 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 Ну, Фитч Ты хочешь поиграть с нами в игры? Громь готов управляемый снаряд по моей команде Давай Команду принял Готовься к драке А вот и он Приготовиться по моей команде Огонь Огонь Не очень приятно, не так ли? Огонь Думаю, у тебя уже крыша поехала, Фитч Давай, вперед И еще огонь По тебе мерзавец, Фитч Как приятно видеть тебя убегающим Куда же ты, куда? Фитч Где ты? А, вот ты где Огонь Огонь Теперь мы бьем в нужном направлении Спенс, он идет в твое направление Подготовься Получи за Карла Отчего ты так низко пал? Ты проиграл Убери это И мы поговорим, как мужчина с мужчиной Ты можешь умереть, как человек, Фитч? Ты можешь отвечать за свои действия? Не делай этого Я всегда завидовал тебе и Брекер Интересно, почему? Потому что военные морские силы выбрали вас, а не меня У моряков есть честь, а у тебя ее нет И ты будешь там, где твое место В тюрьме Участники соревнований Займите свои места Келли, что ты здесь делаешь? Хочешь совет специалиста? Не попадайся мне в ближайшие три часа Келли, что ты здесь делаешь? Келли, что ты здесь делаешь? Келли Рэй, ты всегда не любил проигрывать. Вы что, опять вместе? Ты смеёшься, он уже в прошлом. Я скучала по вам. У меня тост. За героев и героинь. Пусть для них найдётся место в истории, пусть они найдут своё место в ней. Что бы это значило? Впрочем, какая разница? Будьте здоровы! Будем здоровы! А для генерала Джорджа Лэндсдорфа Сиблея, пусть место в истории и моё место в будущих играх измерится навсегда. Итак, холодной штормовой ночью 15 февраля 1865 года, бравый конфедерат генерал Джордж Лэндсдорф Сиблей вёл объединённые войска под земными тоннелями. Следующая серия вы увидите. Компьютерный гений Шотландии создал для себя небольшую армию на острове в Кеймансе. Помедленней! Я не могу, это не от меня зависит. Гром сошёл с ума. Испочен компьютер, мы идём на сверхскорости. Только компьютерный гений может убить компьютерный гений. На русский язык фильм озвучен фирмой «Дважды два телемаркет» при техническом содействии студии АВК. Права на распространение сериала на территории СНГ и стран Прибалтики принадлежат фирме «Дважды два телемаркет». Продолжение следует... Продолжение следует...